Журналист Ренат Давлитгильдеев присоединяется к нам. Будем обсуждать, какие выгоды может искать российский режим после чудовищного теракта в Подмосковье. Ренат, здравствуй. Да, приветствую коллеги и приветствую всех зрителей канала Freedom. Ну, действительно, мы в сюжете в этом напомнили уже хрестоматийные совершенно истории о том, как Путин после каждого очередного теракта ужесточал режим, сокращал свободы. Давай попробуем конструировать, что в этот раз. Все говорят о смертной казни, которую мы, кстати, очень давно и с тобой тоже обсуждаем. А как ты думаешь, что может сейчас появиться и без того ужасной российской реальности? Ну, я думаю, что мы должны констатировать начало большого террора. И именно в эпоху начала этого самого большого террора мы с вами сегодня существуем. И те события, которые происходят в последние дни, страшные события, трагические события в России, это первые дни этого самого большого террора. И вот подобное событие, как этот теракт, самый страшный теракт за последние 20 лет. Ну, наверное, самый страшный теракт с вами Тобеслана. Это просто первый этап, первый шаг. Владимиру Путину он был нужен. И все эти нестыковки, и все эти абсолютно комичные версии власти, которые мы слышим в напряжении этих двух дней, доказывают нам только одно. Но власть совершенно потеряла стыд и, собственно, начинает такое безусловное торжественное движение к тому самому большому террору, о котором Путин говорит достаточно давно. Я не сомневаюсь в том, что смертная казнь будет в России введена, потому что в последнее время, так как у нас парламент не место для дискуссии давно, еще со времен спикера Бориса Грызлова, но в последнее время это вообще не самостоятельный орган. Да, это функция. Я думаю, что, конечно же, депутаты не имеют права никакого на личное мнение. И все эти предложения об отмене моратория на смертную казнь, все эти предложения, они, конечно же, базируются в кабинетах ФСБ и администрации президента, да, для ведомства, которые сегодня управляют Россией. И, конечно, смертная казнь будет введена в России, безусловно, и мы сначала увидим вот эти показные казни предполагаемых исполнителей терраска, которые, на мой взгляд, конечно, к этому террористическому акту не имеют никакого отношения. Просто власть показывает, в том числе на примере этих людей, свою садистскую натуру. И, простите, не, что я отвлекаюсь, но я не могу спокойно смотреть на кадр, как людям отрезают уши и угрожают отрезать члены или заслоны чего-то, а потом спокойно опубликуют фотографии раздетых мужчин, которым в заднее тесте вставлен ток. Но я думаю, что если бы эти люди действительно были, хотя бы хоть какое-то отношение имели к исполнению этого террористического акта, наверное, кадры допроса не выкладывались в сеть спустя полчаса после этих самых допросов. Хотя бы для того, чтобы найти на самом деле заказчика и организатора. Ну, просто мы видим сейчас спектакль. Спектакль садизма и спектакль унижения. И сама власть и силовое ведомство, они сами уравняли себя фактически с теми людьми, которые убивали людей, а на концерте было по пикникам. Я думаю, что мы должны говорить не только о смертной казни. Я думаю, что сейчас в рамках, собственно, этого большого террора власть, конечно, наконец-то реализует свои давние идеи. Во-первых, мобилизация, которая уже будет не мобилизация. Мы уже слышим, что слово «война» произносит российская элита. То есть у нас все-таки официально отменена специальная военная операция. Теперь все-таки это все называется со словом «война». Но вот мы видим большой террор войну. Мы видим смертную казнь, увидим и скоро. На примере этих четырех несчастных хаджиков. А потом, возможно, на примере других людей, которые уже реальную опасность режиму представляют. Возможно, некоторые из них сейчас находятся в тюрьмах, и мне страшно за них, потому что я говорю сейчас о политических оппонентах Кремля. Мы, конечно же, увидим закрытие границы, которые мы давно греют в тех самых кабинетах, которые сейчас придумывают вот эту дурную историю с якобы поимкой, якобы четырех мужчин, которые якобы кого-то убивали. Мы увидим, конечно, закрытие границы. Мы увидим, конечно, официальную войну. Мы увидим, конечно, даже не мобилизацию, а всеобщий призыв. Мы увидим, конечно же, интернет по паспорту, или, возможно, просто закрытый интернет. Это все те инициативы, которые мы давно обсуждаем, которые просят для того, чтобы их было возможно ввести. Даже этому одурманенному электорату нужно было вот эту кинуть кость траха. Кость кинута, люди требуют крови, власть требует крови, массовых казней на Красной площади и отрубленных голов в прямом эфире. То есть власть сейчас делает все то, чем, ну, скажем так, словесно угрожало, используя там определенных депутатов, картополовых и так далее. Насколько понимаю, сейчас это все будет очень постепенно внедряться. А может быть и не постепенно. Возможно, это будет сделано резко и сделано, ну, скажем так, в определенных фактаже такой коннотации того, что все-таки это необходимо делать быстро для того, чтобы... Аргументация будет следующая для того, чтобы вас защитить. То есть никто же, понятное дело, да и нелогично, не стоит об этом говорить, но и так, понятно, никто же не будет признавать, что вот не защитили мы вас, не защитили мы вас в Рокус-центре, и не факт, что мы можем вас защитить еще на концерте в каком-то определенном там ближайшее время. Как вы считаете, могут ли в ближайшее время быть еще какие-то заявления? Там ждал практически сутки. Но сейчас в ближайшее время будут ли еще какие-то заявления со стороны Путина? А Путина, я думаю, не обязательно делать какие-то заявления. Он же всех уже давно научил, что он прячет голову в песок, как страус, когда случается какая-то беда и трагедия. Мы все помним, например, те события, которые причаствовали его вот этому триумфальному шествию к тотальной диктатуре. Первый год президентства и катастрофа трагедии с подвозки Курск. Десять дней Владимир Путин не появлялся на публике, потому что был в отпуске. А зачем он появлялся на публике, когда сторона переживает трагедию? Можно не появляться. После Норд-Остон не появлялся первые сутки. А потом стыдливо тогда еще полу-независимые медиа показали без звука заседание Совета безопасности, потому что сразу звуком запретили МФСБшники показывать это заседание. И тогда еще пока не разогнанная редакция Ленина Парфенова программы «Намедния» восстанавливала по губам, что они там стыдливо друг с другом обсуждали в Кремле, боясь поделиться этим со страной, которая была напуганной, жила в шоке и страхе. После Беслана он не появлялся на публике еще дольше. Первое заявление после Беслана. Да, страшная трагедия, вы ее вспоминали в своем сюжете. Владимир Путин сделал 4 сентября. 3-го прошла эта операция по якобы спасению заложников, в результате которой из-за халатности спецслужб, из-за абсолютно неорганизованных действий. Кстати, 20 лет в этом году будет в той трагедии. Какие-то бесконечные даты кровавые. Тогда он появился только на следующий день, потому что боялся даже слово сказать. Боялся выступить перед людьми. Он боится выступить перед людьми, боится людей. Людей он начал бояться как раз тогда, после подводки Курск. Последние его встречи с реальными людьми, после чего ему начали подсовывать манекенов и актеров, и сотрудников ССО. Потому что тогда эти женщины обезумевшие, они начали на нее кричать и требовать ответа. Это требует ответа, почему он допустил смерть их мужей, их сыновей. И убрать. Но он боится, ему нечего ответить. Здесь ему тоже нечего ответить. Он не будет появляться, не надо. Страна приучена к тому, что президента у нее нет. Есть кукла, которая все, что может, своим ботоксным лицом произносить какие-то суровые вещи и пугать народ. Кто-нибудь другой сделает заявление. Ну, никто уже ничего не ждет. 88% голосов ему нарисовали. Значит, любое его действие, хоть появление на публике, хоть не появление, хоть изнасилование в прямом эфире таджика, которого назначат исполнительные интеракции, хоть не изнасилование, хоть отрубание голов всей политической элиты, хоть казнь всей оппозиции. Также в прямом эфире или просто на Красной площади. Мне кажется, что нужно просто, я думаю, уже перестать делать вид Владимира Путина, что мы живем в 21 веке. Он живет в 17-16 веке. Вот и по этим правилам он жить и мечтает. Отричечный навести, голову вырубить, избы жечь. Мне кажется, что так вот нужно уже российскую политику проводить, чтобы не делать вид. Потому что бесконечно какой-то делают вид. Делают вид, что борются с преступностью. Борются с преступностью, это пацанов за бумажные стаканчики сажают на 10 лет. И Владимира Каморова, патриота России на 25, за то, что он Россию любит. Это сейчас Владимира Путина. Вот они все делают вид. Просто я думаю, что перестанут. Вот это событие нужно было для того, чтобы перестать делать вид. Чтобы окончательно уже превратиться в банду каннибалов. Назвать страну не Российская Федерация, а Российская каннибализация какая-нибудь. Или секта садистов. Российская секта садистов. И все. И по жизни президентом себе назначить. И все. Вот, кстати, я думаю, выборы тоже отменят. Ренат, вот смотри. Все сейчас говорят о том, как много силовиков, как много ФСБшников и прочего. Он наплодил за свои эти четверть века. Но смотри, в Северной Корее режим не менее жесткий. В Иране тоже жесткий. Однако там не происходит терактов. Как так выходит, что он и режим установил, который можно сравнивать с корейским и иранским. И при этом постоянно что-то происходит. Ну, потому что спецслужбы, несмотря на то, что мы давно говорим о чехистском ренессансе, и Владимир Путин сам всячески декларировал этот самый чехистский ренессанс еще во время своего первого президентского срока. И мы помним, куда Путин поехал в первые дни после своего якобы переизбрания, да, вот на этой неделе в понедельник, поехал ни к людям, ни к правительству с экономическим блоком беседовать, как страну из экономической задницы спасать. Он поехал на коллегию ФСБ. Да, потому что там его друзья, там его семья. Семьи у него нет, семья это чекисты. Но тем не менее, с вами, что его семья чекисты, чекисты эти занимаются, ну, опять-таки, да, я повторюсь, отловом школоты, которые приписывают созданию каких-то несуществующих экстремистских сообществ за то, что школьники эти после занятий ходят на кружки по химии. Мы знаем, что управление ФСБ в Москве, меньше, чем за сутки до теракта в Крокусе, занималось тем, что искало по квартирам московским якобы членов РДК, да, в существовании которого, мне кажется, даже в Украине ноги сомневаются. И опять мы видели эти подброшенные ножи, какие-то странные баллончики, обязательно какие-то удивительные, да, едва ли не удостоверение членов подпольных банд формирований, да, находится на кухне у несчастных студентов. Вот этим занят ФСБ. А реальной борьбой с подпольным никто не занимается. Владимир Путин каким образом решил чеченский вопрос, например, да, вопрос чеченского терроризма, сепаратизма, заваливанием региона баблом и тем, что посадил туда своего наместника Рамзана Кадырова, который за это бабло делает вид, что справился с исламистским подпольным. Делает вид, ну, ездит на золотом гелике, стреляет в воздух из золотого автомата. И все его золотое окружение может себе позволить на золотых самолетах летать в золотую Дубай. Вот это у нас борьба с чеченским подпольным. Но разве это говорит о том, что реальная борьба с чем-то произошла? Нет, конечно. Вот мы видим пример. Мы видим эти примеры. Да, потому что человеки заняты собственным обогащением, заняты тем, что сейчас купают активно оставленные уехавшими беглыми олигархами дома в голове Рублёвки. Половину военкома, которые берут взятки из тех людей, которые боятся эти служить, половину полковники, крышуют палатки и отнимают бизнес. Вот этим заняты силовые ведомства. С терроризмом у нас никто не борется, потому что у нас есть гораздо более опасные люди в виде оппозиционеров, сторонников Алексея Навального. У нас же нужно было по два полицейских на прощание, на похорон с лидером российской оппозиции отправить на одного желающего, положить цветы на его могилу. Вот там было два полицейских на одного пришедшего к могиле. А 7200 человек после предупреждения о повышенном уровне угрозы террористической в Крокусе не были охраняемы никем. Несчастный отдел с собаками, кинологи, кинологи МВД, которые стояли около входа в Крокус, так вот около них, вы знаете сами прекрасно, припарковалась эта машина, якобы Рено. Они стояли и боялись просто слова сказать. Ну вот так вот они работают с лидером российских силовики, вот так они справились с подпольем. Да, легче девочку забрать, задержать, которая пришла с плакатом «Нет войне», да, нежели все-таки отреагировать очень быстро на происходящее в торговом центре, где собирается около 6000 людей ежедневно. Ну я все-таки по поводу Ирана хочу сказать, что не все так, да, и теракты тоже происходят. Это я так просто к слову, Сакена, да, эмоциональные у нас всегда эфиры, поэтому мы любим в диалог вступать. Но все-таки не стоит забывать и январские события этого года, и то, что произошло, и те взрывы возле могилы генерала Сулеймани, да, которые тоже власти Ирана назвали терактом. Понятно, возможно, сравнение абсолютно разного характера, но все-таки Иран считает, что тоже теракты происходят в их стране. Спасибо за это действительно. Не находят, правда, исполнителей так быстро, как это сделали в России. Может быть, ты права, потому что, может, и в Северной Корее происходит, просто нам об этом никто ничего не говорит. Вообще другая история. Да, мы просто об этом не знаем. Да, и не узнаем. Скажи, пожалуйста, я вот еще хотел тебя спросить, сегодня траур в России. И подчеркивается, что первый траур с зимней вишни, с пожара, который был пять лет назад. Это несмотря на войну, которую они ведут, несмотря на огромные потери, мы каждый день сообщаем об этих тысячах. И вот, знаешь, удивительно, мемориалы по всей стране. То есть видишь, что люди не теряют эмпатии. У них есть, у россиян все-таки остается какое-то сочувствие к жертвам. И вот тут вопрос для меня. Почему такое туннельное зрение получается? Почему, знаешь, периферического обзора нет, что рядом горе. И с ними же самими горе происходит уже третий год. Как ты это объяснишь? Я думаю, что людям просто объясняют, за кого нужно класть цветы и как правильно скорбить. Мы вообще много и с тобой тоже об этом в свое время и лично говорили. Как правильно, неправильно плачать. Да, да, да. Неправильно расстраиваетесь. Все же объясняют. Как креститься объясняют, да? Как скорбеть объясняют. Кого любить, за кого голосовать. Все это, ну, не право выбора человека. Все это должен объяснить кто-то, да? Старший по подъезду. Вот поэтому люди, к сожалению, к сожалению, ну, фокус вот так вот джался до уровня зубочистки у страны. Вот эти шоры наделась, страна вот так ли бежит куда-то, да? Вот там написано Путин впереди вот этого, значит, этой дорожки на ипподроме. И все как и лошади туда бегут в эту сторону. Ну, я бы не сказал, что реалов нету в памяти убитых украинцев. Мы же видим прекрасно, что те самые силовики, которые боятся бороться с террористами, они зато борются с людьми, которые к памятнику лезть украинки или Тараса Шевченко в Москве. Несут цветы каждый раз после того, как российские ракеты летят на мирные украинские города. Люди идут. Люди идут, несмотря на то, что их задерживают, несмотря на то, что целую группу УБОПа, мне кажется, или каких-то там суперсекретных подразделений ФСБ, караулит на улице просто, на украинском бульваре. Людей, которые плачут по мирным украинцам, плачут и скорбят. Несмотря на то, что власть им говорит, что скорбить можно только тогда, когда власть сказала скорбить. Есть эти люди, может быть, их немного, но они есть. Может быть, кто-то боится голос возвышать, может быть, кто-то боится на улицу выходить. Но я даже могу их понять, потому что выход на улицу сопряжен с моментальным попаданием в тюрьму на 7 лет за белую бумажку над головой. Но люди скорбят, и совесть остается. И мы видели прекрасно, что эта совесть выходит прощаться с Алексеем Навальным массово. И иногда менее массово выходит к памятнику Тараса Шевченко с стихами Тараса Шевченко. Спасибо, Ренат. Спасибо тебе большое. Всегда очень рады, на самом деле. Хотя, понятное дело, что не всегда темы радужные. Хотя у нас их на самом деле нет. И мы радужные всегда обсудим с удовольствием. Спасибо тебе, Ренат, большое. Правда. Спасибо вам, ребята. Российский журналист, блогер Ренат Давлитгильдеев, гость нашей программы. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.